Всем привет! Это шоу «Жара» в эфире и всё, что вы видите и слышите, происходит здесь и сейчас. Меня зовут Костя Браво, а в гостях у нас артисты, которые отложили свой релиз на 4 месяца, лишь бы презентовать его у нас. Встречайте, Юлиана Караулова и Акмаль. Здравствуйте! Я почувствовала себя уткой, ты тоже, да? Мы отложили, посварились. Ну что ж, мы тоже, знаете, ждали от вас песенки гораздо раньше, но как получилось. Давайте по вашим треке поговорим чуточку позже, а пока о последних каких-то свеженьких событиях, новостях. Вот давай, Акмаль, с тебя начнём. У тебя, подожди, я тут задаю вопрос. Как получилось, да? У тебя какие-то забеги каждый день, уже 10-й, по-моему, сегодня или 11-й, и причём под песню. Это ты проспорил или что? Да. Нет, ты знаешь, это спор с самим собой. Я что-то подумал. Давненько я спортом не занимался, раньше-то я футболом занимался профессионально. Потом играл всё равно, как-то в зал ходил. И сейчас я переехал, зала вообще рядом с домом нету, и я подумал, что это вообще не проблема. Я должен хотя бы как-то бегать, хотя бы как-то держать в тонусе себя самого. Ну и в качестве дисциплины это классная вещь, что ты каждый день просыпаешься, бегаешься, успеваешься. Я, кстати, заметил, что у меня настроение получше становится, когда я с утра просыпаюсь, больше дел успеваю сделать. Вот, поэтому мне это даже помогает. Осталось только успевать. Юлиан, а у тебя, скажи мне, пожалуйста, ты прямо у нас настоящий театрал, и у тебя каждый день в сторис, в социальных сетях, у тебя постоянно гиброе постановки. Каждый, ты два дня смотришь мои сторис. Вот, и слушай, какая из последних постановок тебя, может быть, поразила больше всего? Вчера я была в Театре нации, два дня назад я была в Театре Ермоловой на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». На самом деле не так часто, к сожалению, бываю в театрах. Просто так совпало, что вот последняя неделя была насыщена культ походами. Вот, и, в общем, была на прекрасном спектакле с Кристиной Асмус в главной роли, под большим впечатлением от игры Кристины. Потому что, конечно, я знала, что она хорошая актриса, но никогда не видела ее в деле именно на театральной сцене. Она просто разорвала зал в клочья. И мое сердце. Она очень крутая. Ну вот, знаете, я думаю, если мы будем в таком темпе обсуждать с вами и как-то что-то новое пытаться из вас выюдить для наших зрителей, то это будет долго. Поэтому давайте немножечко поактивничаем в нашей с вами рубрике «Он, она». Так, «Она», держите. Соответственно, я задаю вопрос, вы поворачиваете «Я», «Он», «Она». Кто из вас, соответственно? Поехали. Первый вопрос. Кто из вас первым помирился? Помирился? Ну, мы не ссорились, как бы. Ну, мы это с вами чуть позже обсудим. Назовем это так. Обсудим. Обсудим. Да, давайте. Кто из вас изначально первым предложил дуэт? Я. Как чубчик аж фотогемично взлетел. Так, хорошо. Бейонсе немножечко, знаешь, на концерте. Кто из вас лучше поет? А я думал, что Алла Я поднимет. Кто из вас больше времени проводит у зеркала? Ну, вы же наверняка там совместные съемочки. Ну, папа, я девочка, это очевидно. Я тоже очень много времени проводил. Меня, вот моя девушка, называют нарциссом. Я очень, действительно, я заметил за собой такую тенденцию, что я, прежде чем выйти, я реально за чем-то пялюсь. Не пойму почему. Ну что, сколько по времени ты пялишься? Ну, прям, я очень много пялюсь. Я начал загоняться последнее время. Ты лучший. Ты самый красивый. Блин, не стрёмно. Блин, а чё обо мне подумать? А ты переодеваешься по-понийскому раз, перед тем, как выйти? Ну, честно, давай. Я переодеваюсь только тогда, когда меня всё бесит. Ага. А часто тебя всё бесит? Сейчас нет, сейчас всё классно. Ну, вот сегодня... Но 20 минут назад. 20 минут назад. Хорошо, давайте, идём дальше. Из-за кого из вас чаще переписывались дубли или фрагменты трека, например? Или дубли каких-то видео? Наверное, всё-таки из-за Юли. Объясню, почему. Кому вообще что-то переписывали? А, ну нет. Просто больше времени на запись ушло для тебя. А, ты имеешь в виду трека? Да. Вы же про трек говорите? И про трек, может быть, какие-то сниппеты снивали. Да, потому что эту песню написал я, я уже знал, как она звучит, а для Юли она с ней только знакомилась. Поэтому... А сниппеты, нет, мы как-то сразу всё... Сниппеты, да, с этим проблем не было. Так, хорошо, идём дальше. Кто из вас более капризный? Ну, тут, может быть, у вас есть какие-то предположения. Капризный? В плане чего? Ну, вообще по жизни. Ну, слушай, ну, не нравится мне это. Мне кажется, мы оба не капризные, нет? Ты капризный? Нет, я когда капризный. Ну, тогда пусть будешь ты. Я не ошиб капризная. Ну, я в меру, как бы. У меня может быть плохое настроение, но это, правда, редко бывает. I'm ok, I'm ok. С чем это связано, что так редко бывает? Что нужно делать, чтобы не быть таким капризным? Дай совет Акмалю. Слушай, ну, правда, вот у меня прям редко бывает, что меня всё бесит. Я не знаю, с чем это связано. Может, потому что ты уже мама. Нет, как раз из-за того, что я мама, меня периодически всё бесит. Может быть, Акмаляда меньше им веркало стоять? Не знаю, ну, как-то так всегда было. Это, наверное, какая-то черта характера или в данном случае её практически отсутствие. Хотя, уверенно, многие поспорят. Я бы даже, кстати, не сказал бы, что я капризный, я больше вспыльчивый. Импульсивный? Да, у меня, если вот мне просто не с той ноги встал, и вот я как спичка, там, чуркануть, и всё. Это значит, что ты страстный восточный мужчина, такой яркий. Да, так будет. В общем, из капризности мы перенесли в страстности Востока. Ну, хорошо, идём дальше. Кто из вас чаще шутит? Ну, допустим. Кто из вас чаще опаздывает? Уж так сложилось. Ну, я тоже опаздываю. А, да? Да, просто мне сегодня повезло. От кого я опоздал? От какой самое длительное опоздание у вас было на какие-то мероприятия, события? Я помню, я куда-то вообще приехал спустя полтора часа, но там у нас какие-то недопонимания произошли, поэтому... Как часто это слово в твоей жизни недопонимание? Съёмку пришлось что-то перенести даже, по-моему. Перенести пришлось? Да, но это единичный случай. Я дико не пунктуальная, но, как правило, больше, чем на 20 минут я не опаздываю. Ну, максимум полчаса. Но вот это вот 15-20 минут, они у меня всегда есть. Ну, это академическое опоздание. Ну, блин. Всё равно это так себе. Я опоздал, задержались. А, это капризность твоя. Так, кто из вас любит фастфуд или сладкое? Все любят. Ай! Какая генетическая. Жизнь я могу без этого. Серьёзно? Не, ну я могу тогда, пусть будет вот так. В который раз переворачиваешься? Ну, у меня, кстати, никаких последствий нет. Это возраст. Подожди до 30. Да, ты всё поймёшь. Завекаться не буду, хорошо. Так, кто из вас готов смотреть клип Юлиана Карауловой прямо сейчас? Ну, конечно же. Ну, и мы, собственно, тоже давайте посмотрим в эфире телеканала «Жара». Тогда, получается, машина какая-то там, Жигули, там не усилитель руля, ничего. Ты вот это вот крутишь. И там просто они за малейшую какую-то ошибку, типа всё. Только что вы услышали в прямом эфире, Юлиана Карауловой так сдавала права. Да? Я не мог её просто прервать, потому что это было очень жизненно и интересно. А если бы я сейчас всё сказала, всё, что я думаю, действительно? Нет, ну вот если бы ты сказала, я бы тебе уже сказал, что мы в эфире. Ну, а мы продолжаем, давайте перейдём уже к теме творчества. И, конечно же, обсудим ваш трек «Девочка, не прощай». Вот я вас не могу просить, потому что да-да-да, он реально заедает, он в голове. И, естественно, главный вопрос, что произошло 4 месяца назад. Поехали, с выдохом. Если бы вы сами знали, что произошло. Какая-то хрень произошла. То есть уже, в общем, всё было отгружено, сделано. И потом просто подключились какие-то юридические моменты, которые оказались частично не оговорены. И, в общем, в последний момент сняли релиз. По сути своей мы могли бы решить этот вопрос чуть раньше. Так. Если бы мы заметили, что эти вопросы не оговорены, и мы бы успели бы всё-таки выпустить эту песню. Ну, на самом деле, мне кажется, это не наш косяк, а косяк юристов. Да мы вообще здесь ни при чём. Ну, просто всплыли какие-то моменты, именно юридически, реально там за день, за полтора до релиза. Кто первый, кому из вас озвучил, что наверняка же не только юристы между собой разговаривали, кто-то из вас рассказал кому-то, не знаю, как маль тебе или ты, как маль. Ну, не хотелось бы вот эти все подковёрные интриги вываливать и кулуарные истории, потому что, ну, в любом случае, там ничего хорошего, гордиться там нечем. Вот, просто, знаешь, очередной раз нас всех эта история научила тому, что договариваться нужно на берегу, что, как бы, юридические моменты в современном мире очень важны. Вот, и есть творчество, есть, как бы, там, дружба, да, есть какая-то классная позитивная волна. Вот, и чтобы это всё, всему этому не мешать и не портить, вот какие-то действительно важные аспекты нужно оговаривать. Как вы в итоге-то пришли, вернулись к этому треку? Потому что трек действительно, слава богу, что вы вернулись, он этого заслуживает. Я очень не хотел, чтобы об этом релизе, об этой песне вообще забыли, потому что, когда мы в первый раз выложили эту песню, дали людям послушать отрывок, фидбэк был просто нереальный. И я доталово топил за то, чтобы этот трек вышел, неважно через сколько, через 4 месяца, через полгода или через год, главное, чтобы этот релиз состоялся. Вот, но на самом деле это время тоже прошло плодотворно. Я выпустил пару синглов, Юлиана выпустила очень хорошие песни. Вот, главное, что эта песня вышла. А не было у вас такого желания у каждого, чтобы вот в течение этих 4 месяцев пораньше выпустить, может быть, по одному? Не, ну, у меня это точно не было, потому что эта песня Акмаля у меня, как бы, как я могу выпускать чужую песню. Я хотел, просто, опять же, эти юридические вопросы не от меня зависели, я в этом вообще ничего не понимаю. Не, я имею в виду, ты не хотел вообще сам просто ее наконец выпустить без Юлианы, например? Нет, нет, сам нет. Сам не хотел, я изначально ее вообще не хотел выпускать сам, я хотел именно в дуэте с Юлианой. А как вообще зародил? Ну, ты очень мило, правда. Ну, и хорошо, что ты все-таки, как сказать, не выпускал сам, и вместе это действительно песня. Так и хочется сказать, но не могу в прямом эфире. Как на свое мнение. Очень хорошая. Очень хорошая, душевная, классная, настоящая песня. Как вообще зародился ваш дуэт? Как зародился ваш дуэт? Это действительно очень необычная коллаборация. Мы познакомились в одной известной социальной сети очень давно. Ты расскажи пораньше, где мы с тобой увидели вообще друг друга. Это где это вы думаете? А, ну я была в... Был конкурс вокальный. Я была наставником, наверное, на одном канале. И Акмаль участвовал в этом конкурсе, и он не прошел. Я не прошел. Да. Я не пропустила тебя? Да. Вот красавчик. Понимаешь? Ты понимаешь, какие шлопы? Ну, ты знаешь, я причем помню, что я его узнала. Потому что там еще был второй наставник, Саша Эстэ. И я его узнала, я ему говорю, это мальчик с голоса. Типа, я его знаю. Потому что мы сидели с Сашей в разных концах студии. Но мы с ним переписывались постоянно. Всех обсуждали в ватсапике, типа, кто выступал. И он мне спрашивал, там, ты берешь... Ну, мы как-то, короче, делили поступающих. Потому что у нас было ограниченное количество мест в команде. И, в принципе, ограниченное количество человек, которых мы можем пропустить. А талантливых ребят, правда, было очень много. И когда Акмаль только вышел на сцену, я говорю, я его знаю, он с голоса, он, типа, крутой. И я и в шоу, типа, one way. Саша такой, ну ок. И дальше, вот я не помню, что. То ли ты как-то неудачно выступил. Я вообще выбрал... Думал давно, поэтому я, правда, плохо помню. Я выбрал вообще очень какую-то плохую песню. Да, ты пел, не буду говорить, я бы даже полную песню. И на самом деле это даже не по моей воле я выбрал эту песню. Ну, у редактора, видимо, да, попросили. В общем, так получилось, что это было не очень яркое выступление. Хотя, очевидно, там, было, что парень очень талантливый. И после, там, той планки, которую он показал на голосе, естественно, ну, по крайней мере, у меня были очень, наверное, завышенные ожидания. Вот. И просто были ребята, которые именно вот в тот вечер выступили ярче. Ну, понятно, это и его отложило. А дальше? А дальше мы познакомились с социальной сети. Ни в коем случае. Дальше мы познакомились с ней в одной из социальной сетей, где раньше снимали все видосики. Причем я тебе первое написала. Да, причем написала мне Юля. Она пишет, давай встретимся, что-нибудь поснимаем. Что такое было? Да, я ему просто начали написала, что ты классный. Я на него подписалась. А ты забыла про него? Или помнила уже? Или уже забыла? А я же забыла. Я просто наткнулась на его ролики в социальной сети. И такая, думаю, блин, какой классный чувак. Подписалась на него. Мне было очень смешно все, что он снимал. Я там комментировала, по-моему. И потом я ему написала, давай вместе поснимаем. И потом он приехал в Москву. И написал, я в Москве, да, типа, давай поснимаем. И потом была очень странная история, потому что я говорю, ну давай там встретимся там-то. Мы встречаемся, и мы стоим на улице, вокруг кучи людей. Он был со своим другом. Да, и мы не знаем, что как снимать. Я такая думаю, блин, а где снимать-то? Я говорю, ну ладно, пошли ко мне. И мы, короче, да, я просто зову к себе домой двух незнакомых, несовершеннолетних. Я хуже, чем ты думал. И такая думаю, блин, может они психи какие-то, маньяки. Потом думаю, да нет, ну вроде приличные ребята. Вот, ну и так получилось, что так Маль один раз приезжал, потом второй раз приезжал. Зачастило его к тебе домой. И потом, кстати, когда он приезжал второй или третий раз, я уже была беременна. Да. Я скрывала, скрывала, Димпа, да. Но я это понял. Ты говорил, что ты не понял, что друг твой понял. Да, друг мой понял, но вследствие я догнал, что мы только начинали снимать. И ты такая, я помню, встаешь и говоришь, ой, что-то мне поплохело. Так, сейчас одну минуту, я отойду в комнату. Я не знаю, что ты в комнате делала, но тогда у меня закралось мысль. И друг такой, она беременна, она просто старая. Он мне сказал уже, да, после того, как мы вышли от тебя, и он сказал, блин, мне кажется, она беременна. Да, был такой. И дуэт ты ей предложил. Да, кстати. Слышь, смотри, смотри. В общем, когда Ахмаль родился. Мы начали просто поддерживать связь. Мы были на короткой ноге, и когда я написал эту песню, я понял, что я очень хотел бы выпустить ее с кем-то. И начал думать с кем. И недолго думая, вспомнил, что вот я знаком с Юлиной Карауловой, скинул ей, говорю, слушай, послушай, как тебе песня, такую песню писала. Она говорит, блин, кайфовая. Я говорю, давай попробуем записать ее. Давай, все. Такая вот история. Так, и вот вы записали песню, и вот она во всех чартах, и вот ее все поют. И вот все хотят видеть ее еще. То есть клип. Будет ли клип? Мы, кстати, это пока еще не обсуждали, да? Мы как-то отложили этот вопрос до... До чего? Непонятно, до чего. Мы опять пустили все как-то. Так, два, три, четыре месяца. Давайте пока обсудим ваш клип, но посмотрим другой. Внимание на экран. Ну что же, ребят, в вашем совместном треке, естественно, раскрывается тема отношений, так или иначе, да? А вот вопрос. Все в дом, все в дом. А сами-то в отношениях вы какие? Вот, Юлиан, скажи, пожалуйста, ты любишь устроить скандалочек там, истерику закатить? Я сейчас такой скандал вообще не... Веленоху, АЭМ! Вообще нет. Ну, меня, конечно, может что-то выбесить, но вот так, чтобы я устроила скандал и вообще, в принципе, там, повысила голос, это нужно очень сильно постараться. Да? Нет, ну, конечно, некоторым удавалось, были прецеденты, но в основном я, правда, спокойный человек. Нет, я не понял. Ой, ты смотри, да. Ну, редко, короче, я ору. Так, Ахмаль, а ты вообще ревнивый или тебя можно вывести из себя? Ревнивый? Ну да, ревнивый. Что касается вывести из себя, ну, тоже, я вспыльчивый, опять же, может меня что-то взбесить, но я всегда максимально стараюсь себя сдерживать, держать себя в руках, чтобы не сорваться, потому что очень я, конечно, боюсь обидеть людей. Я что-нибудь скажу, что-нибудь ляпну, потом только думаю, блин, какая я все-таки тварь. Бывает такое, но, опять же, это бывает редко. Ну, смотрите, ваш трек называется «Девочка, не прощай», и мы решили узнать, а в каких ситуациях жизненных таких, да, очень странных или, знаете, наоборот, очень спорных, вот вы сможете простить, а в каких ситуациях вы не сможете простить. Для этого мне нужно все-таки вот эту колбу, подай, пожалуйста, Дим, в прямом эфире, кнопочки мы используем позже, спасибо большое. Как вы видите, красные ситуации — это для Юлианы, желтые — для Акмаля. Доставите по-другому, а это финальный, самый страшный общий, так скажем, ситуация приговора. Красные твои, поехали. Открываешь один и комментируешь по очереди, не торопимся. Итак, забыл поздравить с годовщиной. Да вообще все равно. Серьезно? Ну да, как-то. То есть, это такая принципиальность по праздникам? Будет не очень, может быть, приятно, но я периодически сама забываю про нашу какую-то дату. Потому что мы в прошлом году, например, в этот момент отдыхали в Турции, и я такая говорю, слушай, а по-моему, у нас сегодня годовщина. Он такой, да? Я говорю, по-моему, сегодня. Он такой, а сегодня какое число? Я говорю, ну, 22 июня. Он такой, блин, по-моему, да. Я говорю, а сколько лет? Он говорит, блин, я не помню. Я говорю, я не помню. А когда мы расписались? Короче, у нас выяснилось, что у нас 5 лет вообще-то было в прошлом году. То есть, это у нас, ну, можно сказать, была первая круглая дата. И мы такие, блин, ну, с праздником получается. Прикольно. Ну, молодцы. Дальше. Твой вариант. Так. Кокетливо переписывалась с другим парнем. О-о-о-о! Ой, такое нет! Ужасно отношусь к этому. Вы знаете, для меня это предательство. Да нет, на самом деле, как... Подожди, ну, допустим, девушка переписывает, знаешь, вот ты идешь, там, не знаю, приходишь, смотришь, она такая... Что, она типа улыбается? Ну, не то, что улыбается, знаешь, там, сердечки, смайки, ой, да все хорошо, милый. Ну, например. Ну, я бы, как минимум, поговорил бы. С кем из них? С кем, с кем... С ней или с ним? С ней, раз это мой человек, то я разговаривать буду, соответственно, с ней. Спросил бы, кто это, почему так, для чего, и... А он бы сказал, просто друг. Ну, нет. Или гей. Слава богу, у меня... Вы что, знаешь? Железобетонная отбаска. Ну, у меня, слава богу, с этим проблем нет у нас в отношениях, слава богу, все. Тише да гладь. Ага, хорошо, давайте по следующей ситуации. Так, погнали. Что-нибудь можно интересное? В очередной раз не сдержал обещания. Ну, смотри, какое обещание. Ну, допустим, речь о каком-нибудь серьезном обещании, да? Например, там, да я никогда там то-то, то-то не сделал. Слушайте, ну, я лояльно, на самом деле, к этому отношусь. Просто 10 раз еще напомню. Мы с Андреем очень давно вместе. Мы вместе... Шесть лет? Нет, не шесть лет, мы только женаты. Мы вместе 11 лет, поэтому... Одиннадцать? Да. Ничего себе. Это действительно. Знаете, такое было много раз, и с моей, с его стороны, поэтому это нормально. А, ну... Ну, это не нормально, но такое бывает. А, например, до Андрея, ты бы такое не просил, если бы человек не сдерживал обещания? А Андрей мой первый мужчина. Ах, ну ладно. Вот так вот. Все, давай, Ахмаль, твой вариант. Так. И последний. Не удаляет фото с бывшими. Да что у меня такое все это самое? А, ну это тоже странно, на самом деле. Ну это и жизнь, я так чувствую. А для чего просто, вот, например... Ну просто, а там, допустим, она скажет, ну это человек, который мне там, ну как бы, он же был в моей жизни, он же зорок, он так или иначе, он часть моей жизни. Двоякая ситуация? Ну нет, мне... Ну просил, нет, все. Ну как минимум, мне было бы неприятно. Я бы сказал бы, например, своей девушке, слушай, ты поставь себя на мое место. Если бы там я, например, оставил бы фотографии, да, со своей бывшей девушкой, как бы ты... Ну тебе бы хана была бы. Не удалять в социальных сетях? Ну, видимо, да. А типа, что, тут у тебя новый парень, надо все почистить? Оп. Я сейчас что-то не поняла. Ты знаешь, я, наверное, старых правил, я бы... Ну я бы так. Мне было бы лучше, чтобы она почистила. Да? Мне тоже. Не про соцсети столько, сколько, например, про архив какой-то. Вообще, да, почистила. Чего я тут буду? Да? Говорю как есть. Я тоже. Ну типа, ну неприятно же. Чего на меня орете? Ну неприятно же. А че ты тут так вышла вертил? Ну ладно, все, принято. То есть чистим. Твой вариант. Давай следующий. Что такого? Бешнилый. Это просто один цвет. Сравнил тебя с бывшей. Ну это вообще в смысле. А что такого, Юль? Ну в смысле? А что такого? В смысле сравнил? Ну вот сравнил с бывшей. Ну когда-то ж была в жизни. Да, до меня только крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленые попугаи. Поэтому, знаете, даже не обсуждайте. Так. Так. Отказывается готовить и убираться в доме. Ой, ну... Ходяюшка. Вы знаете, на это тоже должны быть, как по мне, какие-то причины. Я не считаю, что убираться в доме должна только девушка или только мужчина, потому что это же как-то, ну, общая гнездышко ваше. Вот. Но мне кажется, что это просто-напросто было бы нечестно и не классно по отношению к своей второй половинке. У тебя ты дома убираешься? Я, да. Угу. А готовишь дома? Да. А она хоть что-то делает? Да. Все, хорошо, еще давайте по варианту. Так. Поехали. Поехали, поехали. Мне интересно, что это за шарик, что там будет. Не подарил цветы на 8 марта. Не подарил цветы на 8 марта. Ну, это смерть. Все. Ну, конечно, не смерть, но это обидненько. 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 Ну, ты знаешь, с одной стороны, это какая-то фигня условная. Это очень важная фигня все-таки. С другой стороны, да. Ну, это важно, чтобы человек как-то позаботился заранее о том, чтобы вот оказать тебе внимание. Стоп. Внимание важно. Все. Принято. Открываю? Да. Так. Пробовала твое блюдо и все съела. Да, пожалуйста. Вообще пофигу. Ты такой милый. Правда? Я вообще за то, чтобы человек ел. Когда человек ест, много вкусно. Смотри, а как же мужское правило задать, что вот ты заказал конкретное количество еды. Ой, я тебя умоляю. Вообще не проблема. Вообще не проблема. Еду теперь делить. Молодец какой. Давайте еще по одному и финальной. Погнали. 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 Пролайкал ленту другой девушки. Ух. Мне кажется, это уже посерьезнее. Прям ленту. Не одну фотографию, а ленту. Ну, смотря какой девушки, слушай. Понятно, речь о какой-нибудь в купальниках вся такая красивая, вся такая секси. Модель, например. Модель. Актриса. Эктрис, модель. Да. Если честно, я вообще не смотрю, что там лайкает Андрей. А ты теперь, в принципе, это сложно, по-моему, углядеть, нет? Чтобы как-то… Да. Оповещений нет. Дополнительно. Ну, кстати, да. Ну, не знаю. Ну, в общем, предположим. Я не ревнула. Я просто, знаешь, что касается именно Андрея, я ему верю на сто процентов. И по этой причине я не ревну. Я не могу себе представить такую ситуацию. Все, принято. Все красиво, четко и чинно и благородно. Что у нас? Пуслайка что хочет. Флирт с коллегой или другом. Ой. А вы знаете, кстати, вот у меня девушка такая… Какая? Какая? Аж благородно. Ты с ней знакома? Да. Она, на самом деле, когда она общается просто, когда она даже просто вот с кем-то разговаривает, всем кажется, что она флиртует. Вот и мне кажется. Я думаю… Но у нее… Она шучила. Но у нее стиль общения такой. Ага. То есть ты все время на иголках? Нет, я не на иголках. Я тоже, кстати, верю очень в свои девушки. У меня вообще с этим, слава богу, проблем никаких нет. У нас нет такого типа «доверяй, но проверяй». Я просто доверяю. Беспроверяй. Вот. Поэтому я абсолютно спокоен. Я знаком с мамой своей девушки. Уже это все серьезно. И там, кстати, тоже мама общается так. Через флирт. Да. Ну вот кажется. То есть с тобой флиртует. Но на самом деле, когда я спрашиваю… Я спрашивал несколько раз своей девушке. Слушай, мне показалось или что-то с ним шушукалось? Там с другом, например. Она говорит, да нет, ты чего? Но я знаю, что ничего такого быть не может. Вот, например, пока мы тут сидим. Мой лучший друг сейчас вот с моей девушкой. Я, слава богу, и ей доверяю. Все, давай. Я ей доверяю. Измена. Измена. О, это та самая. Но я, кстати, так и знал, что это будет. Измена. Я сразу скажу коротко и быстро. Измену я никогда не прощу. Ни в каком виде. Это тот юношеский максимализм. Подожди, тут уже задумывалось. Слушай, было определенное количество дерьма в моей жизни. Назовем это так. Пусть и в прямом эфире. Я, в принципе, стараюсь не зарекаться по жизни. Потому что бывают разные обстоятельства. Бывают разные эмоциональные состояния. И я прощала измену. Считаю, что я сделала это зря на тот момент. Но, тем не менее, история не терпится слагательного наклонения. Для меня это был опыт и урок. Тут нет однозначного ответа. Мне кажется, что снова бы я это не сделала. Но, как правило, я уже взрослый человек. Есть отягощающие обстоятельства. И так далее, и так далее. Я очень искренне надеюсь, что мне больше никогда не придется это обсуждать. И, в принципе, думать в эту сторону. Но бывает разное. Я не могу ответить однозначно на этот вопрос. И, собственно, сейчас не нужно. Потому что нужно однозначно смотреть следующий клип. Давайте это и сделаем. Ну, мы уже обсудили вас, знаете, такой, с душевной стороны, углубленной. Мы уже обсудили с вами какие-то последние события. Но хочется еще больше как-то о вас узнать что-то, возможно, новое. И поэтому воспользуемся рубрикой «Было-не было». Мы задаем вам ситуацию. Я называю общую ситуацию. Если это было, вы нажимаете кнопку и делитесь с нами ею. И тот, кто будет максимально искренним, мы все это, естественно, поймем. У нас будет специальный бонус от телеканала «Жара». Поехали. Кнопочки около вас. Клик в ротацию. Ты должна их поставить, Юлиан. Поехали. Забирали еду или напитки из гримерки домой? Поехали. 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 Принято. Дальше. Доводили до истерики своих менеджеров или концертников? До истерики прямо? Да. Ну вот, рассказывай. Я приехал, это было, кстати, буквально два-три месяца назад, я приехал с концертом в Рязань. У нас был танцольник. Какой-то клуб был небольшой. Я не понял формат этого клуба. Я туда приезжаю на саундчек. А там все после какой-то ночной тусовки. Сцена просто в дребезги. Люстра, которая просто сорвалась с потолка, в дребезги на полу. Все липкое, наверное. Да. It was driver's candle. Диваны обшарпанные. Просто пахнет алкоголем. Вообще там невозможно было не то, что находиться, не то, что петь, находиться. Так. Короче, я звоню своим ребятам. Я говорю, слушайте, ребят, у нас тут сейчас саундчек и через три часа вообще концерт. Как быть? Что делать? Они говорят, так, ну мы сейчас позвоним. Так, мы сейчас обсудим, мы решим. Я сидел, ждал. Ну и, короче, я, короче, был… Я еще не выспался, не поел. Я после дороги был такой злом. Тот самый день, когда мне плохое настроение. Так. Давайте, слушайте, либо переносить концерты, либо отменять. И они все жестко стрепенулись. Так, что будем делать? Что будем делать? По итогу, короче, туда позвали, я не знаю, каких-то людей. То ли это был клининг, то ли это люди от самого этого клуба. И реально через три часа там было супер чисто. Так истерил ты когда? Малыш, чуть не вышел на сцену из-за того, что она грязная. Ну что вы, чистюля! Ну, нет, там не в этом плане дело. В плане того, что мне было стыдно, чтобы туда пришли люди. На мое выступление туда. Я шучу. Мне было супер стыдно за это. Слава богу, вопрос разрешился. Разрулил. Через скандал. Поехали дальше. Все орали, прям скандал был. Не, чтобы я доводила, один раз или два раза было, когда я орала на директора. Ну, не орала тоже, но как бы жестко разговаривала. Жестко? Максимально жестко. Но он в ответ, он мне сказал, да, хорошо, я понял. Все, на этом, в общем, конфликт был исчерпан. Хорошо, пользовались своей популярностью. Да ты знаешь, кто я такой? Слушай, давай я пользую вас, честно. Давай. Я устраивала один раз скандал в духе «do you know how I am». Так, и что там было, что там было? Меня, это было давно, мы летели одной удручающей авиакомпанией. Не помню, в какой город, помню. Это был город Киров. Ага. Вот, и нас не пускали на борт с чемоданами. Нам сказали, что вам нужно сдать багаж. В общем, мы долго спорили, потому что я никогда не сдаю багаж, он проходит везде в ручную кладь. Она говорила, нет, не проходит. Потом я говорю, окей, ладно, мы сдадим чемодан. А, в начале меня женщина убеждала, что нужно засунуть мой чемодан в эту тележку. Да. она говорит, ну вы попробуйте, я говорю, ну очевидно он туда не влезет, она говорит, вы засуньте я говорю, да я не буду ничего засовывать она говорит, нет, засуньте, я говорю, да я не буду засовывать, она говорит, и она начинает брать ему чемодан, я говорю, слушайте, женщина, у меня дорогой чемодан, пожалуйста, не надо мне его ломать в итоге я говорю, ладно, давайте мы заплатим, а она говорит, только кэш мы не принимаем карты я говорю, прекрасно, у нас нет кэша со мной была еще одна, другая известная артистка у нее тоже не было кэша я говорю, ну зовите менеджера авиакомпании Она звонит менеджеру ее компанию. Менеджер говорит, а я не приду. Я говорю, да вы что-то все охренели, что ли. Ну и дальше я говорю, а вы знаете, кто мы? Я говорю, у нас на двоих там 10 миллионов подписчиков. Я говорю, сейчас я сниму и выложу все в запрещенную социальную сеть. Ну вот, ну и тут женщина такая, не надо меня снимать. В общем, как бы был конфликт. В итоге мы там как-то переводом, по-моему, я ей отправила деньги. Да, ну уступила я в итоге. Но вела себя некрасиво, некрасиво. Но меня довели. Ну, вы знаете, честно сказать, это по чуть-чуть во всем проявляется на самом деле. Ну как без этого? Мы живем в этой вот этой всей оболочке. Иногда, когда приезжаешь в гостиницу, и тебе не нравится, например, номер, но там тоже бывает неприятно, пахнет, сам номер не очень. И ты приходишь, говоришь... Это преследует тебя это. Да, и ты приходишь, говоришь, а можно мне, пожалуйста, номер покомфортнее, получше, с видом, и делают какой-то апгрейд. Это если в мелочах. Недавно было такое. Мы в Москве сходили, любим очень кое-какой ресторан на Патриках, между прочим. А, я читала, да. Вот. Что-то позвонил бы мне, решил бы вопрос. Каким образом? Каким? Да вы знаете, кто мы? У нас цать. Я знаю этот ресторан, там часто раньше бывало. И вот. Ну как рассказывать, да? Короче, мы туда заходим, я там очень люблю тартар из говядины, с ума схожу именно вот в этом ресторане. И мы туда приходим, любим посидеть там летом вот на веранде, у них там милая веранда. Я смотрю, места свободные есть, то есть половина столиков пустые. Нас было три человека. Я говорю, посадите нас, пожалуйста, вот за веранду. Они говорят, мы за веранду не сажаем, на веранду только по броне. Я говорю, хорошо. Я могу забронировать ресторан, погулять пока, пойти по своим делам, вечером прийти сесть? Они говорят, нет. Потому что веранда, короче, только по факту. Я говорю, подождите. Как по факту, если вы говорите по броне? Кто-то забронировал от свободных? Они просто почему-то не хотели вас сажать. Непонятно почему. Просто они не любят свое творчество. И буквально через пять минут я отошел в сторонку, наблюдаю за всей этой ситуацией, подходят две девушки, говорят, мы не бронировали столик, хотели бы присесть на веранде. И их сажают за веранду. Потому что девушки на веранде, их звонить. И я такой, я такой, так. И я записал историю в запрещенную сеть. А они тебе ответили? Нет. Ну давай я вот буду там, я спрошу. Пожалуйста, давай-ка. Потому что, ну, вообще-то обидно очень. Правда обидно. Здесь даже дело не в том, кто я, не кто. Да я по сути-то пока еще и никто. Просто, ну, не обидно, что, ну, обидно, что вот почему-то можно. Ну все понятно, повыделывался. Давай, делали что-то глупое на спорт. Глупое на спорт? Да. Ну, наверное, да. Слушай, ты не делал, что ли? Я делал, я на аттракцион один залез, которого жутко боялся. Я с своим родным братом поспорил на тысячу рублей. Выиграл? Да. Я залез. Как? Я испугался. Боже, вообще-то не за пять, не за десять тысяч. Блин, а я снимала 350 нелепых тиктоков. Один из которых, когда мы, я помню, с Катей Адушкиной били себе яйца. А, нет, мы не облох мы их били. Мы их вот так били как-то. А, игра, я понял. Ну, да. Ну, какие-то вот эти все глупые челленджи из тиктока, конечно, я в них участвовала и не раз, и не два. Хорошо. Пользовались услугами экстрасенсов, гадалок, астрологов, торологов? Я ходила к астрологу. Удачно? Ну, в смысле, удачно. Ну, ты выявила там что-то такое, о чем поняла. Ну, интересно, ты знаешь, я всегда, на самом деле, этого боялась вообще всех этих специалистов и не специалистов. Именно потому, что в основном они такие. Но в какой-то момент, ты знаешь, я прям почувствовала такой порыв, и мне захотелось ходить. Но это был даже вру, это был не астролог, это был нумеролог. Нумеролог. Ты не называл, но я думаю, это туда же. Да, это плюс-минус, да. В ту же категорию. Вот, и мне посчитала женщина очень интересная, и я после этого просто была в шоке, просто в шоке. Потому что просто по дате рождения тебе человек рассказывает такие вещи, которые... А вот какие именно вещи мы узнаем после клипа, а может быть, и не узнаем никогда. Спасибо. Итак, продолжаем выяснять, но только не какие-то подробности по ходу к нумерологу Юлианы. Следующий вопрос. Поехали. Тайно читали директ или переписки своих вторых половинок? Хотел я уже... Да не ври! Да что ты гонишь? Да что ты гонишь? Все мы читали. Хоть раз, да, читали. Я... Ну, когда у меня закрадываются какие-то сомнения... Не нажимал, заметь, не нажимал. Я никогда не возьму вот так вот телефон там в крысу и начну читать. Нет. Я так никогда не буду делать, но пару раз было такое, что если у меня есть какие-то вопросы, я задам их в свои вторые половинки. Да, и попрошу показать. Абьюзер, тиран. Так вот. Да нет, на самом деле, все очень добрый... А тебя просили когда-нибудь? Покажи. Покажи. У меня, кстати, нет. Нет? Нет. Но... Но ты? Но у меня была такая история, что молодой человек читал, как мне кажется, сообщение, но не с моего телефона. А, то есть подключился... Ну, как-то да. Через другое устройство идем. Да, отслеживал геолокацию, был такой... Уф. Ну, это неприятно. Вот это страшно, на самом деле. Это уже какая-то клиника. Это мания такая, да. И идем дальше. Были проблемы с законом? С законом? Угу. Ну, слушайте, штраф... Я прям чувствую, ты знаешь, откуда ее есть. Ну, как, если считать штрафы, например, на автомобиль, это проблема с законом? Ну, такое, ну пусть будет. Я у меня вообще ничего, у меня ни автомобиля нет, ни прав нет. Усы и хвост. Усы и хвост, у меня вообще двигатель нет. Да, и в ресторан не пускают. У меня вообще, да, это единственная моя проблема. Пока, слава богу, нет. Ну, нет, у меня только какие-то штрафы бывают, ну, достаточно часто. Ну, не глобально. Вот, но так, чтобы... Скорость превышаешь. Но так, чтобы прям вот проблемы с законом, слава богу, нет. Хорошо, идем дальше. Совершали дорогие ненужные покупки. Я просто верю, спасибо. Самая глобальная, какая была ненужная? Есть такое? Да шмотки, все, этот Лен. Да. Все, даже не буду дальше продолжать. Выступали на странных мероприятиях, с которых хотелось сбежать. Конечно. Да. Угу. Вот просто назовите, а что это было за мероприятие? Без названия на мероприятие, а контураж. Что это было, почему хотели сбежать? Слушай, я помню, что самый неприятный корпоратив состоялся еще, когда я пела в группе «Fist the Family». Мы работали, не буду говорить, в каком городе. Вот, и там был очень неприятный человек, который был главой этого округа, я не знаю, города, ну, не республики. В общем, вел он себя максимально отвратительно. Не знаю, что с ним сейчас и где он, вот, но вел он себя ужасно. Мне просто хотелось ему втащить. Ну, там именно человек был. Да, еще один такой был, тоже корпорат, тоже с «Fist the Family» в Москве, когда мы ночью в каком-то караоке выступали, там спели три песни. Там просто были, ну, просто неадекватные три человека в зале. Они были, ну, в абсолютно неадекватном состоянии. И мы допели, они такие, а можете бэй спеть? Я говорю, нет, не могу, спасибо, до свидания. Я просто ушла со сцены. И из группы потом. Ну, ну да, ну и да. Так, Ахмаль, а у тебя что? Быстро есть какой-нибудь такой? А, да, тоже был корпоратив. Я назову город, что такое, Ростов. Это было в Ростове. Ну, не буду говорить, что за мероприятие. Корпоратив у компании. Так, и что там было? Там тоже была очень неприятная женщина. У меня есть такая песня, очень важная для меня, приснись. Песня про мою бабулю. Вот, я ее, честно скажу, очень редко исполняю вообще на сольниках, тем более на корпоративах. Но почему-то именно на этом корпоративе мне захотелось исполнить ее. И там я выступал уже под конец этого корпоратива. Все были уже просто в дребезги. Уже не воспринимал никто никакую музыку. И какая-то женщина просто, я начинаю подводить к этой песне, говорю, друзья, я сейчас пою очень важную для меня песню. Это было причем в преддверии Нового года. Желаю вам всем обрести важного для себя человека в жизни. То есть и босси. И, короче, какая-то женщина, как сейчас помню, ее зовут Яна, по-моему. И она мне шлет на три буквы. Говорит, тебе заплатили тут за то, чтобы ты пел, а не разговаривал. Давай, говорит, пой. И я вот в этот же момент вот так вот кладу микрофон на стойку. Говорю, спасибо, до свидания. И уезжаю в Москву. И не доработал концерт? Красиво, красиво. И вот в этих моментах как раз-таки я спыльчивый. Я ненавижу, когда мне кто-то мешает выступать. Интересно. Чего петь не могу. Да, возможно, я не профессионал пока что в этом плане. И не могу себя сдерживать. Но, блин. А ей не нужно. Там до трясучки. Со мной надо понимать, что со мной надо разговаривать. Меня нужно отвезти в гримерку и со мной 40 минут беседовать, чтобы я обратно дальше зашел на сцену. Иначе я просто убегу. Убеги. Давай, следующий вопрос. Загорали на английском пляже? Я, кстати, не загорала. Я тоже нет. А хотели бы? Интересно. Я загорала топлес, но это был, мне кажется, не нудистский пляж, а просто пляж, на котором, типа, очень мало людей было. Остановились жертвы мошенников. Да. Да? Да. Ну, это я идиот просто, на самом деле. Так. Это... Ты не такой. Ты не такой. Короче, есть социальная сеть, я не знаю, можно ее назвать? Телеграм. Допустим. Да, вот. И вот там я нашел человека, который продает мили для одной авиакомпании. Ага. И мне что-то не хватало. Я эти мили коплю. И мне не хватало немножко миль для того, чтобы что-то там куда-то полететь. Я думаю, да, я докуплю миль, выйдет намного дешевле. Что вы думаете? Я купил миль, я с ней пообщался, скинул ей деньги и жду мили. Сколько ждешь? Сколько лет? Ну, уже месяцев восемь жду. Месяцев восемь. Ну, рано или поздно они тебе прилетят. Потому что вопросы от зрителей, которые они задавали в социальных сетях, они уже прилетели давно и меня атакуют. Поехали, я обязан их задать в прямом эфире. Первый вопрос. Акмаль, у тебя шикарный голос, цитата. А можешь, пожалуйста, спеть любую песню Юлианы? Мне так стыдно. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной, тебе повторю сто раз подряд, ты не такой, ты не такой. Красиво. А ты вначале сказал, мне так стыдно, я не знаю ни одной твоей песни. Нет, мне стыдно всегда пить при исполнителе. Это прям для меня. Рядом был очень красивый этот эркс. Так, давайте, следующий вопрос. Юлиана. Юлиана. Как намекнуть парню, что я чаще хочу получать у него подарки? Я дарю ему часто и без повода, а он только по празднику. Ну, может быть, как-то, знаете, прямым текстом сказать. В лоб. Да, ну так, по-хорошему сказать, слушай, мне так приятно, когда ты оказываешь мне внимание, для меня это так важно. Ну, прямым текстом просто найти какой-то момент, когда он в хорошем настроении, вы мило беседуете, не просто слышь ты его рот. Где мои подарки, чувак? Подарки гони. Так, хорошо, принято. Следующий вопрос. Если бы вы попали на необитаемый остров, кого бы из артистов вы бы взяли с собой? Назовете трех. Так, давай врываться в эту вечеринку. Я бы взял бы с собой Юлиану Караулу, как минимум, потому что мне будет точно не скучно, потому что, как мы сегодня выяснили, пошутить, что она хорошо, не слышно. Вот, и еще... Вот, спасибочки. И, блин, я бы с собой был Лолит еще взял бы. Ах, ты маленький зрачеец. А еще одного артиста. Нет, в квартире я пока еще не был. Еще не вечер. Кого еще бы взял? Да все, двоих достаточно. Тут такое комбо. Да, мне кажется, да. Так, я бы взяла Валерия Меладзе, но тут не надо объяснять. Потом, ну, Акмаля, что уж теперь, тоже не могу его не взять, понимаешь? Ну, вы теперь вместе пойдете, да. Ну, понятно, получается. Ну, и третьем, получается, девочка нам нужна, да? Не буду же я с тремя мужиками сидеть. Ну, тут тоже как душа велит. А, ну, кого же, кого же взять-то? Блин, Лолита, кстати, классный вариант. Вообще муж у тебя тоже был когда-то артистом и как бы и встает с ним, а ты его даже не рассматриваешь? Ну, он уже не артист. Ну, если он считается до сих пор артистом в каких-то параллельных вселенных, я не знаю, но он просто давно уже очень не выступает, тогда пусть будет муж. Пригодится. Ну, пригодится, я думаю, там возможно. Еще вопрос. Акмаль, расскажи о самом неудачном подкате к девушке. Ой. Мы сейчас на такой веранде почитим. Я честно скажу, я вообще, что-то я даже не вспомню, что я как-то подкатывал. А если мне там... Ну, номерок хоть стрелял? Нет, да, да, это было. Но нелепых, каких-то неудачных не было. Я, если, например, подходил к какой-то девушке, я уже заочно знал, что я ей уже симпатичен, и она хотела бы сама завести со мной. А, то есть ты никогда не рискуешь? Да. Нет, что-то как-то даже такое... Вот такие подкаты из серии. А твои родители слушают они кондитеры, откуда у них такая сладкая булочка? Нет, такого не было, слава богу. Так, хорошо. Давайте еще один вопрос. Назовите свои отрицательные черты характера. О, вы сохнули такие? Духнили получается. Я вот, опять же, я вспыльчивый, и самое главное качество, которое мне не нравится, я хочу все и сразу. Это очень плохо. Я иногда готов на какие-то действия, не обдумав их, не взвесив. Поэтому вот. Я не пунктуальная. Ну, это, кстати, тоже. Я упрямая. Иногда это хорошо, но иногда очень нехорошо. Ну, я достаточно злопамятная. Злопамятная? Ну, к сожалению, мне не нравится эта черта, но, скажем так, я могу простить, но если какие-то вещи меня задели, я не могу их забыть, к сожалению. Ну, я думаю, что меня не простят, если я не объявлю следующий клип. Поэтому боюсь злопамятных зрителей. Давайте лучше посмотрим, на всякий случай, от греха подальше. Ну, и в финале нашей программы давайте обсудим творческие планы. Что ждать нам всем от вас? Может быть, вместе? Может быть, еще какой-то уже дуэт нарисовался? Фит какой-нибудь? Или же поделись? Я вот, кстати, вообще не против. Еще одно предложение. Предложение, от которого я не смогу отказаться. И ты, кстати, знаешь, я тебе скидывал кое-какую песню. Какую? Поподробнее. Потом, потом обсудим. Нет, короче, песня классная, она тебе понравилась, ты сказала. Да, у тебя с памятью проблема, ты Акмаре уже два раза забывала. Песня супер классная. Еще лучше, чем это? Да, то, что мы выпустили. Лирическая. Лирическая? Все, красивая, да. Ее чуть дописать, чуть побаловаться на ней, и вообще будет супер. Поэтому, если вдруг так звезды сойдутся, что суждено нам будет выпустить еще одну песню с Юлианой Караулой, я буду только обеими руками и ногами за. Да, было бы прикольно. Было бы здорово. Ух ты. Но у меня, кстати, скоро альбом. Альбом скоро? Да. Когда имя? И пишечка. И пишечка. Осенью. Да, очень интересная, очень разносторонняя. Я думаю, что в начале сентября. То есть там не будет только, не только лирика будет, там будет что-то еще? Да. Там будет лирика привычная для слушателей Акма-ля. Так. Ну и будет а-ля вот то, что между нами. Вот то, что играла только что. Да. Юлиан, что у тебя по плану? Теперь у тебя появилась новая песня. Так, значит, у меня по планам следующая ситуация. У меня в середине сентября дуэт с Бьянкой. У-у-у-у-у-у. Мы на самом деле 8 лет его уже обсуждаем. А, вот так вот. Поэтому 4 месяца, только вообще не проблема. Шоки растут. Я надеюсь, что все-таки все случится. Вот, кстати, сегодня после эфира мы как раз встречаемся с Бьянкой у нас дома на студии. Будем доруливать трек. Трек классный. Вот. Ну, видимо, что-то танцевальное. Или? Нет. Лирика. Лирика с Бьянкой? Лирика. Боже мой. Да, да. Как интересно. А кто изначально-то 8 лет назад предложил? Помнишь ли ты их? Слушай, ну, изначально мы, во-первых, достаточно давно дружим, общаемся. Во-вторых, ну, я думаю, почти все знают, что песню «Ты не такой» написала Бьянка. Вот. И мы с ней достаточно плотно посотрудничали творчески. И, кстати, не только эту, еще несколько песен она мне написала. Но они не стали такими большими хитами, как говорит Бьянка. Ну, сорян. И тут, наконец-таки, случился, я надеюсь, сложился дуэт. Я надеюсь, что все выйдет, все будет хорошо. Мы договоримся. Вот. Потому что мы, правда, очень давно обсуждали. Как-то, ну, то песни не складывались, то как-то обстоятельства не складывались. Вот сейчас вроде как все, фу-фу-фу-фу, окей. Хотя, конечно, как все творческие люди, супер рефлексирующие. И мне Бьянка периодически говорит, слушай, ну, может быть, другую песню? Я говорю, нет, эта песня просто бомба. Она говорит, не, ну, давай еще что-нибудь подумаем. И так 8 лет. Ну что ж, мы будем ждать от каждого из вас новинок, хитов и в уже еще одну совместную композицию. Да и бог. И клип можно, пожалуйста, там что-нибудь придумать-то? Ну, какое-нибудь муд-видео хотя бы. Что-нибудь, как только, так сразу вы первые, кто об этом узнает. А вот тебя никто за язык не тянул? И все ты это сказал в прямом эфире? Да, без проблем. Ну что ж, а время как раз-таки прямого эфира подходит, к сожалению, к концу. С вами сегодня были потрясающий Юлиана Караулова, Акмаль и я, Костя Браво. Спасибо, что были с нами. Спасибо! Смотрите телеканал «Жара». Слушайте «Жару-ФМ», читайте «Жару-Мэк». Всем пока и увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»